Госпошлина. Чаще всего она уплачивается за выдачу или обмен паспорта, за регистрацию места жительства или разрешение на допуск автомобиля к участию в дорожном движении, за регистрационные действия МРЭО ГАИ. Ситуации по возврату возникают нередко, чаще всего срабатывает человеческий фактор. Уплатили госпошлину и хотите ее вернуть – это возможно, говорят в инспекции по налогам и сборам Московского района города. Только провести эту процедуру нужно грамотно. Для возврата необходимо обратиться в налоговый орган с паспортом и документом, подтверждающим плату государственной пошлины, либо копией такого документа, если возврат госпошлины частичный. Возврат осуществляется на основании документов, выдаваемых государственными органами, либо иными организациями, в которых указываются обстоятельства, являющиеся основанием для полного либо частичного возврата. Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить такие документы, либо они запрашиваются налоговым органом. Максимальный срок осуществления возврата государственной пошлины – один месяц со дня подачи заявления. Возврат госпошлины плательщику осуществляется на счет банки при оказании всех необходимых реквизитов, либо наличными денежными средствами из кассы банка. Важный нюанс – заявление о возврате излишнеуплаченной суммы госпошлины может быть подано плательщикам в налоговый орган не позднее трех лет со дня ее уплаты.